Трансляцию матча Intel Challenge представляют Главный технологический партнер Корпорация Intel И генеральный партнер турнира Компания Asus Ну что, последний раз уже за сегодняшний день всем привет Да, последний раз за сегодня Сегодня был очень напряженный день Здравствуйте, здравствуйте Да, завтра будет одна группа Послезавтра у нас начало трансляции в 7 по Киеву, 9 в Москве Да Группа G, ну и послезавтра точно так же Точно так же группа H, последняя в первом групповом этапе Да, и сразу же мы вам сегодня скажем, что в 13.00, 16.00, это среда у нас У нас здесь, прямо в эфире, в студии пройдет жеребек второго группового этапа Да, то есть у нас 16 команд остается после первого группового этапа Выходит во второй, будет проведена еще одна жеребьевка Группа перетасуется, чтобы не было никаких сомнений, что какие-то команды Команды, которые играли друг с другом в первой группе, они уже 100% не встретятся во второй Ну стандартные правила абсолютно всех турниров с двумя групповыми этапами То есть, ну, вы увидите все своими глазами Помню, еще 16.00, 13.00, жеребек второго группового этапа Ну и сегодня еще у нас последний тур, завтра-послезавтра группы GH Ну и, собственно, уже и 16.00 мы начнем для вас комментировать матчи второго группового этапа Ну, а сейчас третий тур У нас начался матч Да, третий тур, группа F Ну, вот так вот Характерники против Red Nova На одну секунду я вам напоминаю табличку Шесть очков на данный момент у Red Nova Характерников три И нужно, конечно, характерникам выигрывать SB Condor 3 Игра это не против GO Эта игра идет на параллельном мониторе О ней мы вам тоже будем рассказывать Так что все вы увидите Абсолютно все Не переживайте Все будет хорошо Да, вот параллельная игра уже тоже началась 7 секунд остается отсчета Я сейчас выйду из круга, чтобы меня там не убили Да, ну и смотрим здесь Я вот вам сейчас показываю Vision от лица команды Red Nova Команда, которая две игры выиграла И мы видим, что ребят все едут наверх Ну, в принципе, внизу на нижней линии оставили только Т1 У характерников все интересно У характерников все очень интересно Два ИСа третьих пошли вниз Вместе с двумя Т1 Их уже увидели Уже увидели этот ИС И там уже Бизон постреливал по нему Не попал пока И абсолютно все видят Сейчас Red Nova, но... Но ИС-Т1 засветился Сейчас он умрет Вот он умер И сейчас пропадет засвет, я так понимаю Да, там же больше никого нет у них? Да, там больше никого нету Т29 у них, кстати У них 32-х три штуки Есть Pershing, есть Т29, Бизон Т1 уже нету А вот Т1 ихний едет Т1 команды характерники Вы видите, уже несется просто вместе с ИСом третьим Прямо к базе Да, прямо к базе Проблема будет у Бизона, потому что на дефе там остался у нас только Т29 Ой, Т1 умирает Ну, Т1 умирает, это ничего страшного А два третьих ИСа, обратите внимание Вот если мы посмотрим за характерниками Два третьих ИСа, вместо того, чтобы ехать на базу за этим Бизоном Или в круг Они заезжают в спину Да, они едут поперек И ситуация такая получается, что сейчас со всех сторон окружены там Пешин Бизон засветился Пешин тем временем получает вот здесь на козырьке Получает много дэмэджа от двух Т32, которые стояли И в итоге зажимают команду Red Dance сейчас характерники Причем неплохо так зажимают Реалист, реалист пересев на тяж Пересев на тяж, он у нас сидел на Хумеле у характерников Уничтожает арту Уничтожает арту И это уже может быть переворот Ну что, со всех сторон зажатый просто сейчас Red Nova И непонятно, что им делать Т29 сейчас там один в углу остался против двух третьих ИСов Да, он на уровень меньше У него меньше ХП изначально У него хуже Ну, орудие у него примерно такое же, скажем так Ну и Red Nova делают довольно интересный выбор Они просто идут в лоб на Т32 Но тут шьет першинг, тут шьет один Т32 И уже ИС-3 в спину тоже стреляет Но тут уже зависит от стрельбы Один из третьих ИСов умирает у характерников Умирает Т29 у родного И второй поедет драться Да, он не поедет на базу Ух, какая игра! Да Какой огонь! Оригинально такого мы еще не видели, кстати Действительно, очень серьезно Мы не видели такого за все время проведения этого чемпионата Если даже НИС кто-то и рашил То обычно становились на базе Чтобы создавать такую напряженность Не настолько сверхагрессивно Там пока За горочкой, вы видите, два першинга Друг с другом воюют Т32 здесь один очень битый Второй уже тоже Потому что его ИС прострелил оттуда Уже со своей базы, по сути Да, ИС поджимает сзади Ну и Т32 сейчас просто откололся От общей группки одной И вот поехал, видите, убивать этот ИС У него больше ХП В два раза больше 694 Но база та захватывается Вот он поэтому и поехал Ему нужно срочно сбить захват И у него могут быть проблемы Если он хотя бы один раз не пробьет Нет, тут пробивает с первого выстрела Пробивает ИС Спокойно сейчас будет добирать ИС А после этого уже разбираться с базой У него есть еще некоторое время Нужно время Нужно время сейчас просто тянуть максимально Минус 400 Посмотри, посмотри Т32 почти сравнялся по ХП с этим ИСом Так что еще ничего тут не ясно Ну и тут только чудо должно спасти ИС Если не пробьет случайно Т32 228 Пошел в клинч Еще пробивает 83 ХП ИС И один выстрел Да, убивает он Его и должен ехать за Т1 сейчас Должен ехать за Т1 30 секунд не хватило ИСу нужно было подольше подержать Посмотрим, что в миде Вот посмотрим на этого Т1 Он пытается уехать подальше А тут в миде Тут в миде Один в один тоже И выигрывает все-таки Драку ребята из команды Характерники Да И у нас один 32 танк Последний 32 со 100 ХП Даже если сейчас он убьет этого И он умирает Он умирает Вот это сверх агрессивная игра Вот эта игра Ты знаешь, я только что положил перед собой листик Чтобы записать самые интересные моменты И ты не успел Да Тут просто Тут вся игра Самый интересный момент Ее можно целиком Сразу кидать в хайлайт Да Да, вот такие игры Вау Я вот просто так и запишу Что надо пересмотреть Ну что там просто нереально Там действительно вся игра Я так запишу Что начинает с 9 По-моему вот за все время Сколько мы видели игр За все групповые этапы По-моему это самый такой Нестандартный и интересный По развитию своему матчу Ну и все же самая крутая С другой стороны То есть мне например Очень понравилось Ну Очень хорошие были раши Скажем в исполнении Раш по центру Были хорошие раши У других команд А тем временем Команда Gears of War Побеждает Побеждает 1-0 Причем тоже почти Без потерь Там Gears of War выиграли Ну и вы знаете Становится ситуация В группе интересная Но характерники Если выиграют Да Gears of War могут Подпортить Кондором Очень сильно Подпортить Они уже им это делают Выход из группы Они им уже это делают Ну что Второй бой Я надеюсь опять На какую-то бешеную тактику Мы смотрим что Я вам показываю сейчас Реднова Сетап Т29 Т32 Першинг Бизон Т1 То же самое Ну характерников Без изменений По сравнению с предыдущим Нет может быть Что-то будет менять Что-то будет меняться Реалист вот думает Что он возьмет Еще один Т32 Ну так как тут 8 очков То все-таки Это какой-то тяжек Восьмого Ты с третьего Опять поставил Секунду Да Установил готовности Во втором бою И сейчас мы увидим Чем же закончится Сегодняшний групповой этап Чем-то очень интересно Ну все-таки Мне кажется Характерники В данном случае Будут второй командой Которая выедет из группы Да Все-таки Редены характерники Тут уже В данный момент Более или менее Уверенно себя могут чувствовать Если мы посмотрим на группу Если характерники Сейчас выиграют 2-0 У них будет 6 очков И плюс 3 У Редновы У Редновы будет 6 очков И плюс 1 Потому что они сейчас 2 потеряют Да И тогда Если СБ Кондор Просто выиграет игру Со счетом 2-1 Например Да У них будет плюс 2 И они выйдут из группы А Реднова не выйдет Они выйдут из группы Вместо Реднова Несмотря на то Что мы до этого говорили Что Реднова Уже практически гарантированно вышла Вот вам и огонь Вот вам и группа Вот вам и групповой этап Да Очень весело у нас Сегодня идут дела Посмотрим Посмотрим Что будет происходить Посмотрим Да Посмотрим Вот как-то СБ Кондор Очень нестабильно Как-то играют Вот этот Непонятно Да Они сначала 2-1 Проигрывают Нове Потом 2-1 выигрывают У характерников Которые в свою очередь Очень хорошую Игру показывают Я даже в комментариях Да у нас на сайте На танцкской бренд ТВ Прочитал СБ Кондор Дно плохие Там не очень Ну ребят Как вы видите СБ Кондор Это очень сильная команда Как видите Все еще Все еще у них впереди Все еще может быть В этой игре Так что Так что Жизнь только начинается Только начинается Действительно В данном случае Еще ничего не ясно Ничего не ясно Шанс есть у всех Абсолютно у всех Смотрю Нет все таки Никто ничего не поменял Блин Как же хочется Чтобы характерники Сейчас изобразили Опять какой-то Что-то Нестандартный Машни Вот эти вот Толкотня в центре Да Которые мы привыкли Уже видеть на утесе Что-то Ново тоже Экспериментирует Видишь Они вот Экспериментируют С артой Экспериментируют С этапом Тут тоже не все так просто Минута у нас осталась До второго боя И за эту минуту Мы можем еще раз Еще раз Прорекламировать Проанонсировать Скажем точнее Тот турнир Который у нас пройдет 26 числа У нас 26 ноября То есть уже буквально Через Меньше чем две недели Да Пройдет турнир Который называется Осенний призыв По тем же самым правилам По тому же самому Сценарию По тому же самому формату 7 танков 42 очка Что и сейчас Идущий вот турнир Который мы с вами наблюдаем Будут оттуда стримы кстати Да и оттуда тоже будут стримы Тоже будут комментарии Но Главное отличие Точнее два главных отличия Этот турнир пройдет в один день И соответственно Будет в формате LAN То есть он полностью пройдет Здесь в киберспорт арене Под Если просто уже В наших стенах Это будет команд Это Ох Мы увидим Мы увидим Я надеюсь что команд будет Очень много Потому что желающих На Intel Challenge Было очень много Но я так понимаю Что все желающие Были готовы приехать На финал И соответственно Я так понимаю Что большинство желающих Будут готовы прийти И на осенний призыв А на Intel Challenge Было очень много желающих Кто не смог попасть Я надеюсь что Около полусотни Команд соберется Должно Должно Вот И еще раз немножко О турнире Поподробнее об этом Те же самые правила Турнир пройдет в один день В LAN формате Что еще Тысяча долларов Первое место Тысяча долларов Первое место Да Тысяча пятьдесят Семьсот Второе Триста 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 Третье 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 место Даже не в плане Поиграть То есть у меня тут есть друзья Которые там без команды И так далее Они просто хотят прийти Посмотреть на топовые команды Посмотреть на боя В прямом эфире Посмотреть на эти эмоции Как минимум Но опять таки Все таки коллектив Знаешь тоже Когда собирается Вот по моему Вот такая вот Огромная компания Вместе Это Ох Это очень многого стоит Стоит быть Это нельзя пропустить Да Но тем временем Бой начинается 1-0 1-0 ведет Команда Характерники В матче Против Реднова Ну и на этот раз Я вот показываю Сейчас от своего лица Что делают В принципе То же самое Что обычно Реднова То есть они Отправляют туда Вот наверх Немножечко арту На базе Оставляют просто Т1 Который чуть попозже Куда-то в другое место уедет Першинг Т32 И Т29 Заезжает наверх Першинг очень быстро Несется куда-то Занять позицию Туда вот За вот этот холмик Стандартный заедет Займет вот эту позицию А вот и еще один Першинг туда спешит И кто быстрее А тем временем Характерники Дружной толпой Едут наверх Да и у нас будет месиво Наверху И это действительно Будет месиво Потому что Першинг Просто Друг в друг Один во всяком случае Тут Першинг Просто друг в друг Вперлись На одном из них Висит маркер И его расстреливают С трех сторон 36 хп у него осталось И сейчас его разобьют Тредновые Да Першинг Команда Характерники Практически мертв Пытается спрятаться И спрятался же Я думаю он спрячется Спрячется Да он спрятался А здесь И просто выезжают В чисто поле Так сказать В чисто поле Втроем В третях Характерники И опять же Получают кучу подач Ну там еще и Бизон валит Как бы с базы Тоже очень неплохо А не забываем Что у характерников А арты нету Да им приходится Надеяться Только на свои силы Здесь в центре А у них уже Практически мертвый Першинг Практически мертвый ИС-3 И Т-32 Вот уже тоже Наполучал Побитый Я вам сейчас показываю Как это выглядит От лица Команды Характерники Вот видите Они уже начинают Отъезжать Там они таким стоят И это Играет Не играет Ну и родного поняли Это все Поехали ребята Поехали давить Им нужен вижн Сейчас Бизон Туда будет дальше Бросать свои залпы Тут все танки Почти фуловые Чуть-чуть пробитые Один Т-32 Першинг тоже прячется Там где он был В самом начале Ну и надо здесь Просто едут в лоб Рядного едут просто в лоб Да Нови нужно пользоваться Преимуществом По хп У них сейчас Полтора раза больше Ну ни один танк Еще кстати не был потерян Самое интересное Да но при этом Уже очень много Недобитков у характерников Этим нужно пользоваться Нови И быстро убирать Эти лишние Пошел Пошел у нас здесь Экшен Довольно серьезный Вот мы сейчас Если посмотрим На команду характерники Она очень умело Прикрывает Прикрывает Нет Вот не сумели Прикрыть один из танков Они стараются уйти И второй тоже умирает Да и здесь Прятаются прятаться По лесам И дальше давят Рядного И Ново Заметьте Они не стреляют В целый ИС-3 Хотя он у них Как на ладони Они едут вперед Чтобы убить Убить тех Кто не добил Тут от Бизона Такая отличная Плюха залетела Вот сюда куда заезжает Сейчас Т-32 Туда в дворе Который поехал туда Убивать Першенко Убивает ИС-3 Сейчас тоже умрет Остается последним Как же разложились Все-таки Характерников В этой игре Просто Ох И остались Два Т-1 Где они Где-то Катаются себе Нужно их искать Катаются Один уже остался На самом деле Вот он Да Один остался Но это уже Ничего не решает Потому что Ново при желании Просто станут на захват И не будут Долго искать Этого Т-1 Да Понятно Один из них Просто самоуничтожился Как бы Ну что тянуть А тем временем И второй Тоже самоуничтожается А тем временем В матче Гофф против СБК СБК стоят на захвате базы И сейчас ее захватят Ну еще не факт Еще могут сбить Но я не вижу Чтобы Гофф Подсвечивали Того кто захватывает Судя по всему Да Захватывает Захватывает там База врага Захвачена я вижу Да 1-1 1-1 В матче Гофф Против СБК И 1-1 у нас Интрига сохраняется До самого последнего момента Интрига сохраняется До самого последнего момента И опять таки Мы смотрим сейчас табличку Мы знаем что Роднова не проиграет Уже 2-0 Роднова проиграет 2-1 Если и проиграет Тогда у них будет Плюс 2 У характерников будет Плюс 2 И у СБКонтер будет Плюс 2 Да Это интересно Что это значит? Это означает Что у нас 3 команды Могут потенциально набрать Одинаковое количество очков Одинаковое количество очков Одинаковое количество раундов И все абсолютно будет у них одинаковое В таком случае В таком случае Будет отбрасываться команда Гоу И будут считаться результаты Матчей только между этими Тремя командами По правилам турнира А если между этими Тремя мы видим Что у нас Роднова выиграли 2-1 Я себе даже запишу Давайте посмотрим Роднова 2-1 выиграла У СБКонтер СБКонтер Дальше СБКонтер 2-1 у характерников 2-1 у характерники И характерники Если сейчас выиграть 2-1 у Родновы Будет абсолютно Это будут переигровки Это будут назначены переигровки И ребята будут играть переигровки И такая ситуация возможна Напомню еще раз Такая ситуация возможна Если сейчас Выиграют характерники Вот этот бой следующий И в параллельном матче Если выиграет команда СБКонтер Тогда у нас будет такая ситуация Сейчас увидим Такого у нас еще не было Такого еще не было И действительно вероятность Что такое случится Очень мала Но абсолютно все показатели ровные По правилам турнира У нас переигровки Да Почему же мала? Вот 25% в принципе Да Одна вторая в каждом из матчей Если взять с самой начальной А изначально, да А вот сейчас Сейчас Одна четвертая У нас когда-то было На одном из турниров Когда у нас просто в группе Четыре команды И каждый с каждым Сыграл в ничью 1-1 И что делать? Да, это только переигровка По кругу еще раз, ребят Давайте Ну можно делать Как делали в 70-х годах В 60-х На чемпионате Европы по футболу Монетку бросим Это конечно проще Так что проще Но не совсем может быть корректно Можно и назначить какую-то битву Не знаю, 1-1 Да, капитанов Битва капитанов 1-1 На каких-то легких танках Все На средних Как скажем Вот некоторые турниры Проводятся 1-1 На средних танках 9-го уровня Это всегда интересно Да, так что Может быть Ну давайте мы сначала дождемся Судья турнира у нас рядом Ему решать не нам Посмотрим Посмотрим Какое будет решение принято Как закончится эта группа Посмотрим, как закончится группа Для начала Потом будем принимать Оно можно сказать точно Игры сейчас будут Что одна, что вторая Огонь Очень интересно Это одна зная К сожалению Мы увидим только одну из них У нас тут У нас тут У нас ходят танкисты По нашему бомбу Два танкиста Три веселых друга Итак Параллельная игра Скоро стартанет Сколько там Там полторы минуты И там и там По полторы минуты То есть у нас вообще Все будет идти параллельно Никакого варианта Не знаю там С договорняком С чем-либо И с тем Что будут узнавать Результаты параллельных матчей Конечно же Опача Я сразу включаю Твой экран Потому что у нас Довольно серьезный Ух Фердинанд в сетапе Фердинанд Т2ЛТ Т32 Люкс Першинг ИС-3 Хумель Ого То есть у нас появилась ПТ-шка вместо одного С тяжей ПТ-шка очень серьезная Вот это поворот Все таки Фердинанд Это топовое орудие Как бы для данного уровня Ну скажем Среди представленных Опять у нас Сегодня день такой Да Кроме технических проблем У нас сегодня еще много раз Мы увидим новые танки То есть мы Недавно более увидели Легкий танк Впервые Мы увидели Рысь Которую не видели Да Мы увидели Рысь Мы увидели ММ2ЛТ Пантеру сегодня И Фердинанд Сейчас увидим Да Которую никто до этого Пока что не использовал В турнире Хороший Хороший Веселый день Вот наш вчерашний гость Несмотря на то Что его затроллили В комментариях И на форуме Тоже советовал Брать Фердинанд Сейчас посмотрим Насколько это эффективно Такие вы люди Тролли Троллить и гостей Ни стыда Ни совести Пришел человек Сел перед камерой Я бы посмотрел Если бы вы сидели Перед камерой И вас бы троллили Ну там конечно Там конечно Были Ляпы со своей стороны Ну не важно Это все таки Прямой эфир Это первая попытка Прямой эфир Есть прямой эфир Здесь люди Стесняются Теряются Забываются Утес Группа Эф Интел Челлендж Десятый сезон Супер Кубок World of Tanks Третий решающий тур Третья решающая битва И на одной И на второй И в одном И во втором матче Ох Огонь Так И я сразу вижу информацию Я сразу вижу информацию Которую могу вам дать С моего монитора Вы только что тоже ее видели Видите Док 77 Дает Дает пинги На квадрат G1 Квадрат D1 Неужели это будет Исполнение Какого-то рашу По низу От команды А характерники Прощелкивают Низ и центр Посмотрим То есть Е1 Е1 И Е Ф 4 5 Что же Что же Предпримут Так Смотрю я на танки Нет Разъезжаются в разные стороны Все-таки поедут наверх Да нет Все-таки то что на низ Там помайковали Это для Т1 И Т1 собственно Туда уже поехал Т1 туда собственно поехал Ну как обычно Там будет занимать Он свою позицию А мы Здесь Наблюдаем за тем Как Перетягивается Также Арта Ну арта будет Вот здесь вот стоять Где раньше Вот там вот Сейчас на возвышенность Заедет и припрячется Ну и 32 29 В погоню за першингом Наверх Першинг сейчас Опять будет наверное Въезжать В центр Там устраивать Экшен Встречать второго першинга Который тоже 100% Уже где там едет Тут уже разряжается По нему Очень сдалека Время именно Случился второй бой Да Второй матч тоже начался Гирзов Будем на него смотреть Так вот Першинг команды Характерники Вот Занял позицию Да Ту которую он занял И в прошлой игре А на этот раз Вот Red No Немножечко не так играет Парень который играл На першинге Какой у него Бавария 0.8 А мы понаблюдаем За Фердинандом Тем временем Команды характерники Вот наш лирашний гость Советовал его оставлять Возле базы для дефа А мы видим что Фердинанд Вот эта неповоротливая Большая Слоноподобная туша Едет все таки Едет в центр Все таки решили воспользоваться Преимуществами его орудия И Сейчас будет залп По Т32 Нет он не видит Нет Здесь его не достанут Здесь он за горочка Если мы вот так посмотрим Сейчас А да Тут его не пробит Видно что здесь Отсюда Ни отсюда Ни сюда Стрелять нельзя Кроме как артой Т32 уже немножечко так пробит У него 790 хп осталось И вот першинга увидели Ну знает в принципе где он А тем временем Фердинанд Фердинанд Как будто услышав нас Разворачивается И уезжает в сторону Своей базы Все таки он будет стоять В защите базы А возможно поедет по низу То есть они его здесь показали Испугали Противников этим Фердинандом Нет он будет стоять здесь Да он станет чуть сзади На козырек Вот сюда Вот отсюда Если что Можно пострелить Во все стороны Достаточно эффективно Тем временем Что делают ребята из Реднова Вы смотрите Т29 и першинг Делают мук Который мы видели Сегодня в группе Е Они объезжают маяк И будут заезжать в спину Тяжелым танком Которые стоят Там в любимой ложбинке Всех команд Наверное турнира Но они не знают Что на козырьке Стоит Фердинанд И он их убит Гораздо раньше И этот парень Им надает сразу Давайте будем смотреть Сейчас От лица Этих двух парней Вот выезжает Т29 Он будет первый Вот сейчас он выйдет И тут же Фердинанд должен А Фердинанд может раздать И на 900 к примеру Вот мы сейчас будем смотреть Так И першинг проскакивает Тут по минус 300 Фердинанд промахивается И вот Фердинанд сейчас Видит першинга Который пытается за камнем Пытается довернуть Довернуть Следить за ним стволом Посмотрим Посмотрим Першин за камнем Нет решил переключиться На Т29 Ему еще артату помогло Но тут першинг Тоже с двух сторон Вот она Вот она подача от Фердинанда 516 все таки не 300 Да 516 это серьезно И Т29 Т30 Хотя временем центр Узко першинг А пробили в центре Посмотрите Посмотрите на этого Фердинанда Посмотрите Что происходит в центре По всем фронтам По всем фронтам давят характерников Да И у Фердинанда Сейчас такая ситуация Что Он не знает в кого стрелять Он не знает в кого стрелять Там уехал этот побитый першик Сейчас он подъезжает в центр Будет бить по Т32 Этот побитый першик Только что в него хорошо Просадил Мы видим ИС там зажат Т32 1500 хп Т29 тоже еще помогает У него 3-4 хп, вот Фердинанд его сносит Да, все-таки 29-го убил А тем временем вот подъехал Першин Характерников на подмогу И вот так хорошо нахинавшийся Раш Практически уже убился И об кого он убился, заметьте Об этого самого Фердинанда О которого мы говорили Вот это да, так, подожгли тут в центре Т32 Они тут с Першингом будут танцевать Свои игры вокруг этого кирпича А Фердинанд поехал помогать Фердинанд поехал помогать Вот еще от арты приходит подача А Фердинанд на 367 Судя по всему решил не заморачиваться и выстрелить фугасом Чтобы не заморачиваться с пробитием Вот умирает последний Т32 Команда СБ Кондор И все, у команды Характерники остается только Бизон Нет, Кондор Реднова ты аварился А, извините, извините, да, команда Реднова Люхс тут, вы видите, занимает уже базу Т1 боится на него выскакивать Хотя здесь рядом еще Бизон Было бы неплохо это сделать Но это все, что осталось у Редновы И Реднова проигрывает эту игру Характерником Ну давай не будем говорить Давай мы все-таки дождемся И вполне может сложиться ситуация, о которой мы говорили Да, это очень вероятно, что в параллельной игре В параллельной игре ничья 3-3 Там по 3 танка осталось у каждой из команд Да, да, но с одной стороны там 2-32 и Хумеля С другой 3-32 и еще ничего не ясно Ох, как же все тяжело будет Какие же нервишки-то сейчас должны быть у каждой из этих команд База почти захвачена База почти захвачена Нужно сбивать тому Люхсу Неужели... Ну, шанс, конечно, у Редновы есть Им нужно, как-то не знаю, нереальным каким-то образом тянуть время Першим находит Бизона Люхс тоже подожгли Сбили, сбили ему захват Сбили захват Бизона нету И вот Т1 спалился И все Т1 Получает тут просто обстрел со всех сторон Люхс на него И сейчас умрет Люхса можно задавить, в принципе, позволить себя И так он и будет делать Нет, он просто его убивает Застрелил Итак, характерники выигрывают у Реднова Характерники выигрывают со счетом 2-1 У команды Реднова Я прямо сейчас это вношу в нашу статистику У них 3 игры 2 победы Плюс 2 разница по боям И 6 очков В то время как у Редновы 3 игры 2 победы 1 поражение Тоже плюс 2 разница по очкам И 6 по боям То есть и 6 очков Ну и таблица выглядит на данный момент вот таким вот образом Сб Кондор против Гофф Там 2 на 2 Там все очень интересно Сейчас решается Мы, к сожалению, не можем сейчас показать вам эту картинку Да, сейчас просто происходит что-то невероятное в этой группе Пытаемся прокомментировать Да, попытаемся Мы смотрим со стороны команды Gears of War Там 2 Т32 остались против Они 2 Т32 полумертвых Против 2 Это один из них более или менее живой И вот они добиваются преимущества И 1 Т32 остается у команды Кондор У команды Кондор Сейчас мы можем вполне получить ту самую ситуацию, о которой мы говорили Нет, если выиграют Гофф, то у нас все хорошо А, да Да, если выиграют Гофф Хорошо все у нас, как организатор То есть нам не надо будет делать переигровки И выигрывают Гофф Да, Гофф выигрывают Да, ты что? Давайте внесем это сразу в таблицу В двух танках была разница В одном даже танке Однако все разрешилось более или менее без эксцессов Ну, для нас Для нас Для нас Да, интрига, конечно, была бы вообще Интересной со всех сторон Гофф выигрывают Это было бы беспрецедентным случаем, по-моему Да Но так не случилось Но, да Так не случилось Цель Ави Вот она, вот она Давайте посмотрим на таблицу Финальная группа Финальная таблица нашей группы Первое место в группе занимают характерники Потому что в личном матче они выиграли у Раденновы Да У них 6 очков, первое место Да, хотя у Раденновы столько же очков, столько же дополнительных Столько же по бою Да, но все-таки третий, четвертый по дополнительности показатель Да, да, да Это как раз Матч между собой Ну и также третий место занимает команда Гофф Третье место занимает Гофф И последнее место занимает в группе команда СБ Кондор Прощаются эти две команды Мы с ними прощаемся Нет, нет, тут как раз наоборот Гофф занимает Нет, 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 все равно первый матч между собой считается Или сначала это Ну, непонятно В принципе, они делят между собой третье место Поздравляем с этим Третье место и на этом заканчивается их участие в данном турнире К сожалению, хотя обе команды очень сильные Но здесь приходится с кем-то прощаться Характерники, а Раденнова поздравляемых с выходом во втором